Ну что, ребятки, чтобы не было проблем с такими планшетами у людей, которые уходят надолго куда-то, будь то поход, приключения, командировка, ну или другое любое действие, требующее от планшета выносливости, грязезащищенности, долгоиграющего аккумулятора и тому подобного, придумали вот такой вот тип планшетов. Здесь у нас будет планшет от компании BlackVue, и вы его сейчас увидите. Та-дам! Восемь физической, восемь виртуальной оперативки. Получается расширяемая оперативная память. Сзади у нас ремень, камера, подсветка уж точно. Стиль, я думаю, вы поняли. Я думаю, вы поняли, почему я так вот выгляжу, как некоторые докапываются, потому что я как раз любитель вот такого типа устройств, которые требуют грубости и предполагают, что аппарат должен выдержать любое издевательство. Ладно, что у нас перед нами, если это перевести в цифры? Во-первых, название BlackVue Active 8 Pro 4G. Сделано на базе 13-го Android, это уже круто. Процессор 6789, если я правильно помню, это у нас P99, что ли? 2,2 ГГц на ядро, фронталка 16, основная 48, ну то есть квадро 12. Экран 10-36, 1200 на 2000, то есть это уже больше, чем Full HD, это круто. Размеры физические 256,3 на 165,8 на 16,8. Вес я представляю, там, по-моему, килограммчик. Суть – защищенный планшет с большой батареей, которая с легкостью должна переварить неделю автономности, но, как говорится, поживем-увидим. И, в отличие от многих конкурентов, данный планшет не оснащен дохлым процессором. Процессор здесь довольно-таки хороший, производительный, современный, по тонкому техпроцессу созданный. Ну, подробности, я думаю, будут либо в описании, либо в обзоре. Блин. Ну что, ребятки, а вот и он. Во-первых, как всегда, удаляю e-mail, серийный номер, ну, в общем, табличку с информацией. Потому что я считаю это некрасиво. Это лучше сохранить, по-моему, там, где у вас документы от аппарата. И обалдеваем от дизайна. Отдай. Все, спрятался в домик. Не повторяйте мою ошибку, не переворачивайте его. Так, ладно, в сторону. Здесь у нас instruction, manual. Как войти в ночной свет? А, как включить ночную подсветку экрана, понятно. Далее у нас инструкция, где у нас на разных языках будет указано, что, где, куда и зачем. Символоток у нас открывается, как видите, с помощью булавочки специальной. У нас можно либо две симки, либо симка и карта памяти. Сар у нас, как всегда, меньше двух. Как включить? Батарейка несъемная и техобслуживание. Ничего особо круто навороченного, но приятно. Опа-па-па-па! Смотрите, какая штука. OTG в силуминовом корпусе. Круто. Такого еще не было. Это что-то новенькое. Объясняю, кто не в курсе. Это значит, что вот эту штуку втыкаете в планшет, а потом в нее втыкаете, например, флешку, мышку или что-то там вроде. Вот у нас, соответственно, инструмент. Ну, короче, вот он. По извлечению сим-карты. Это у нас ремешок на заднюю панель. Вау! С резиночками. Круто. И шлицевой, плоский. Ну и шурупы, кстати, так можно потерять, мне кажется. Если прикрутить, конечно, не потеряете. Кабель питания Type-C дважды с двух сторон. Толстый, твердый, значит, многопередающий. Инструмент для закручивания. Зарядочка. Так, 33 ватта. То есть от 3 до 11 вольт 3 ампера. Максималочка. Я так понимаю, это опять дротик или как он называется? Короче, шибковый пендринутый стандарт. Навороченный, быстро работающий, сильно не греющий, но не везде встречающийся. Ладно, берем инструмент. Не будем доставать отвертку. И попробуем прикрутить. Так, вообще убираем это все лишнее. Пока. Потом еще про одну вещь из комплекта тоже расскажу. Ощущение из детства. Когда мы закручивали, ну и как-то заводили всякие машинки, паровозики. Прикольно. И вообще мне понравилось решение с резинкой. То есть ручка будет всегда в натяге. Ни хрена, оказывается, еще в нужном положении надо затягивать. Иначе лажа получается. Ключик, оказывается, очень хорошо затягивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернемся к комплекту. И гвоздь сезона стилус. Обычный емкостной блэковский стандартный стилус. Который предполагает, что у него в заднице может даже храниться запасной кончик. Но не всегда. Больше он не выкручивается. Чтобы я больше людей не вводил в смуту. Здесь больше не выкручивается. Колпачок, значит, там ничего внутри, наверное, нет. Суть какая-то. Хороший емкостной стилус. В руках ощущается таким железненьким. В меру тяжеленьким. Про него было отдельное видео, поэтому продолжать пока про него не буду. Ладно, переходим дальше. К включению аппарата. По ходу включения будем изучать, что у него есть. И одновременно с этим удалим транспортировочную пленочку. Не путать с защитной. Защитную оставляю всегда. Транспортировочную надо снять так, чтобы не удалить защитную. Это отдельная геморройная тема. Но тоже возможно. Что мы наблюдаем? Камера. Она не врезана в экран. Если поймать блик, видно, что экран отдельно. Рядом с ней окошко датчика приближения освещения, наверное. Возможно, еще диод оповещений там же. Экран имеет защиту. Борт выпирает, как вы видите. По всем сторонам равномерно миллиметра два. На глазок более точно можно подсказать потом после замеров. На задней поверхности у нас, как я уже говорил, предположительно. Это либо микрофон, либо клапан давления. Рядом диодная подсветка. Она же вспышка. Она же фонарик. И глазок основной камеры. Глазок один. То есть никакого лишнего декоративного вранья там не будет. На правой панели у нас под заглушкой располагается порт для зарядки. Type-C. Обычный вроде как, не углубленный. Но слишком толстый или круглый там, например, провода сюда могут не войти. Далее у нас под заглушкой же располагается лоток под сим-карты. И рядом, как я думаю, уже многие заметили, гнездо под наушники. Ну или порт 3,5 стерео. Три или четыре пин. Ну и тоже сюда тоненький войдет. Вот такой правильный, да? Вот. Аж до упора даже. Это у нас стандарт фирмы Sony. А некоторые толстенькие бачата сюда могут и не влезть. Потому что место, вы видите, ограничено. Планшет не толстый относительно. Так, под этим делом у нас внизу прорезь динамиков. Если я правильно помню, здесь у нас не только динамик, но и так называемый бас-горн. Ну или рупор. То есть у нас здесь одна половина прорези – это выход звука динамика. Вторая – это именно вот этого рупора. Посмотрим, как это будет в жизни. Но я думаю, это нечто типа, как в колонках, знаете, дырка такая пустая, вторая. Я забыл, как умное название называется. С левой стороны у нас кнопка питания без сканера, как мы видим. Качелька громкости. И второй – динамик. Тоже, соответственно, динамик плюс горн. Сверху и снизу мы видим, что ничего не завезли. Ну что, включаем. Кнопка мягкая. Но она сделана из силумина. Но провалилась очень четко и глубоко. То есть у нее ход четкий, глубокий и ощущаемый. Экран, как вы видите, хороший. Черный он и в Африке остался черным. То есть почти как AMOLED. Если, конечно, прожектора вырубить, да все равно хорошо. Нет, ну чуть-чуть стало. На секунду заметно. Ладно. Опа! Автояркость. У меня от прожекторов сразу изменилась освещенность экрана. Ой. Выбираем язык. Русский. Россия. Начать. Пропустить. Оффлайн. Оффлайн я сказал. Далее. Принять. Пропустить. Да, пропусти, пропусти. Я потом настрою. И подтвердить, что я совсем согласен. Заметили, да? Везде надписи все были. Все на нашем языке. И все хорошо. Запустился очень быстро. Потому что, как я и говорил, процессор у нас здесь навороченный. От лямки плюс, пожалуйста. Вот так очень хорошо и удобно планшет держится. Ориентация в пространстве, видите, срабатывает быстро. Тыц. Тыц. У многих, типа, говорили, проблемы в этом были в аппаратах от компании Blackview. Якобы я такого не наблюдал. Поэтому еще раз это вам показал. В наличии фирменный софт под названием «Морозилка». Также есть управление, в котором можно настроить, каким программам разрешено быть всегда в фоне, запускаться другими программами и запускаться после перезагрузки устройства самостоятельно. Так, что нам нужно проверить? Первым делом хочу проверить микрофон. И таким образом еще и понять, сколько их микрофонов. Один или два. Для этого мне нужен диктофон. Что-то я заблудился. Б... А, вот. Диктофон. Разрешаю, конечно же. Начинаем запись. Планшет Blackview, защищенный, бронек IP68. Все регалии называть не смогу, потому что... Короче, MIL-TD что-то там, я запомнить так и не смог. Проверяем. Планшет Blackview, защищенный, бронек IP68. Её по мать. Все регалии называть не смогу. Даже басы чувствуются. Короче, MIL-TD что-то там, я запомнить так и не смогу. Классно. То есть даже басы чувствуются. Не зря бас горн, так называемый, есть. А теперь проверяем, сколько микрофонов. Это я сзади в него подышал. Вот сверху дырка. Проверяем. И оба по 13 секунд. Гениально. Вот, наверное, верхний. А теперь проверяем, сколько микрофонов. Нет, сзади это не микрофон. Вот сверху дырка. Значит, микрофон у нас используется, по крайней мере, только один, который сверху. А теперь проверяем. Но чуткость микрофона хорошая. Я думаю, вы поняли. Что мы можем ещё проверить? Ну, например, залезть в настроечки. Да что ж, мне всё в кнопочки-то не попасть. Посмотреть информацию о смартфоне. Во-первых, Active 8 Pro. Android 13. Сейчас выбрано 8 плюс 5. Можно уменьшить. Можно вообще выключить виртуальную память. В принципе, она не нужна. Мне лично, потому что я не представляю, что мне за контент нужно запускать, чтобы забить такое количество памяти. Добавляем яркости. Ой, глаза выжигательно стало. Извините, я ошибся. Вот так, приемлемо для глаз. Пока мы не перезагрузим. Вот это вот плюс 5 так и будет светиться. Если аппарат перезагрузить, оно пропадёт. Так, заходим в настроечки Wi-Fi. Автовключение. Наличие пищедоступных сетей. Bluetooth. Android Auto для фанатов. Сим-карты управления трафиком. Две симки в наличии. Но пока не вставите, ничего с ними сделать не можете. NFC. Стоп, ребята, подождите. NFC. Так. Я завис. Мне метка нужна. Мне критически нужна какая-нибудь метка. Блин. Ладно, включаем пока смартфон и проверим позже. Это первый планшет BlackFist с NFC, по-моему. Топ понять бы, где с какой стороны NFC тут в наличии. Ладно, запомнили. Едем дальше. Яркость адаптивная, точно. Темная тема. То есть, короче, смотрите, уже автояркость в планшете. Раз новинка. NFC в планшете. Два новинка. Ночная тема у нас. Ну, темная тема, не ночная. Сильная, умеренный и мягкий. Три вариации имеет. Есть ночная подсветка. Откуда я ночное слово взял? Запуск по времени. Открыто всегда. То есть, запущено. Время отключения экрана бесконечно есть. Есть, то есть, есть Always On. Адаптивный спящий режим. Не отключать экран, если вы на него смотрите. То есть, он через камеру следит за вашими глазками. Тоже прикольно. Режим чтения. Все станет сереньким, черно-беленьким. Отображение значков. Как всегда, перевод наоборот. Это прятать значки. Отображение скорости интернета. Пока интернета нет. Активация вертикального положения. Это поднимаете, он зажигает экран. Показывает статус звонка. Интересно. Непонятно. Ладно. Теперь звук. Громкость. Капец. Вибро есть? Есть. И вибрация тоже есть. То есть, этот аппарат реально может заменить смартфон, получается. Слушайте, господа. Чем больше ковыряюсь, тем больше понимаю, что обзор будет сложным. Будильник с виброй не надо. При уведомлении вибрация надо. Вибрация при касании надо. Вибрация при воспроизведении медиа-контента. Не знаю. Хотя нет. Оставлю. Так. Автосубтитры появились. Но это примочка 13-го дроида. Улучшение звука добавлено. Ручная настройка. Смарт-музыка, фильмы, игры, голоса. То есть, это как в 92.00. Сигнал набора номера при экстренных вызовах. Тишина. То есть, он автоматически убрал звук. Молодец. Как будто он понял, что я от него хочу. Что у нас есть? Скриншот тремя пальцами есть. Вход в камеру тремя пальцами есть. Виртуальные клавиши или навигация жестами есть. Есть куча настроек. А, активная. От какого края, как говорится, активность начинается в экране. Есть умная менюшка. Вот такая. Которую можно еще и настроить. Ну что, ребятки, неплохо. Короче, для распаковки осталось. Все остальное будет. Подробности будут уже в этом. Первое. Это камера. Подавление мерцания. 50 Гц. Проверка. До конца не ушло. Но у блэков такое бывает. При первой обнове, когда я им сообщу, они это дело устранят. Я так полагаю. Так. У нас что? А, внизу вот переход на видео. Разрешение 2К в наличии. Ну что, это все нужно тестить. Вот 48 мегапикселей. И куда появиться должно... А, вот оно. Интерфейс переработанный, поскольку это планшет. Ну, может быть, может быть. Это у нас диодик подсветки. И переворот на фронталку. Если въеду где? Вот это нет. Ой! Это поиск. Это Google Lens. Где у нас перевод вперед? Господи, как тяжело-то, а? Вот, нашел. А вот и фронтальная камера. Ну что, ребятки. Для планшета, по-моему, супер. Ну-ка. Напоминаю еще раз. Тут уже опять блоки прокачивают это дело. Видите, обработка идет. Ой, так это ночной вид стоял. Нахрена мне ночной вид? Просто фотку. Без всяких обработок. Ну, на мой взгляд, для планшета очень даже. Ну, на смартфоне можно было бы и лучше. Хотя, кстати, вот здесь волосы лучше получились. Неважно. Короче, прихожу в стадию изучения. Первично вам показал, что микрофон работает отлично. Динамики классные, громкие. Даже с намеком на хорошие басы. Проверим в жизни, потом это читаюсь. Кто у меня еще не подписан на телегу, милости прошу. Там можете задавать напрямую вопросы. И я на них сразу буду отвечать. Вот он, софт Google, который подставлен. Игр даже нет. Классно. Есть фирменный блокнотик от компании Blackview. Как я уже показывал, утилиты. Есть помощник по перемещению с прошлого аппарата на новый. Изначально установлена погода. Если бы интернет был, она бы работала. Убирается поиск, но не убираются часики. Господа, убираются часики. В этом планшете решены все проблемы компании. Так, остается проверить только NFC. Блин, а этот у меня не запущен. Он, наверное, не увидится. Придется карту доставать. Так, этот тогда выключаю. Значит, пробуем на моем подорожнике. У меня подорожник должен видеться NFC. А где NFC-то, если оно есть? Так. Возвращаемся в настройки. Может быть, NFC тут сам и выключается. Так. Доп-настройки, NFC. Опа. Я представляю уже, как я на кассе буду оплачивать что-либо планшетом. Так. Обыскиваем. Значит, где-то вот здесь располагается у нас антенна NFC. Планшет с NFC, это, конечно, круто. Такого у меня еще не было. Ну, по поводу того, зачем тут рамки по периметру, я думаю, вы догадываетесь, что это планшет защищенный. Поэтому ему положено, чтобы он мог вот такое выдержать. Чтобы рамки были по периметру. Потому что иначе рамки, если отсутствуют при ударе вот сюда в торец, экран будет сразу выезжать. Кто не в курсе, у экрана по периметру идут шлейфики такие, подключения. В один удар в шлейф и экран пошел. Не буду ругаться в эфире. Что мы имеем? Хороший экран. Раз. NFC. Два. Убираемые значки с рабочего стола. Вообще все любые, какие угодно. Три. Нету игр изначально, даже ничего стирать не надо. Четыре. Некий Google спам есть, но он с легкостью, думаю, удаляется. Это пять. Проверка очень простая. YouTube Music. О приложении. Отключить. Остановить. Все. Хорошие динамики. С басами. На удивление. И с довольно-таки большой громкостью. Хороший микрофон. Только один, к сожалению, пока. Крепление на руку. Обалденное. С резинкой. Аккумулятор заявлен. 22 ампера. Это я еще позже, конечно, проверю. Но это капец. И какие-то непонятные программулины. Детское пространство, кстати. Google Pay. Изначально в планшете. То есть планшетам реально можно платить. Я попробую с ним ходить вместо смартфона. Это прикольно. Google One мне не надо. Ну, короче, получаем офигенный планшет. Еще при распаковке. Дальше в тестировании, я надеюсь, он мне оставит о себе еще более хорошие воспоминания. И я буду к обзору готов полностью вам о нем рассказать. Я так надеюсь. Ну, и походу, если у вас есть какие-то нетерпящие вопросы по планшету, милости прошу в группу в телеге. Задавайте вопросы напрямую мне. И я вам напрямую буду на них отвечать, имея в руках этот планшет. Очень ценно иметь аппарат для того, чтобы отвечать людям. Многие делают видосики, не имея аппарата в руках. После этого создается впечатление, что человек фантазирует. Потому что ему задают вопросы по аппарату. Аппарата у него нет. Он на вопросы отвечает. Хочется спросить, и каким местом он на них отвечает. А так аппарат есть. Все, что надо, могу посмотреть и вам рассказать. Без наушников работать не будет. Но наушники у нас есть куда воткнуть. Напоминаю еще раз. Эти заглушки предполагают быть всегда закрытыми. Если вы хотите пользоваться радио, значит, вы должны гарантировать, что вы не окунете его в воду, пока открыта заглушка. Если есть хоть малое подозрение, что аппарату может достаться, все порты закрываются, шлюзы задраиваются. И пользуемся беспроводными гарнитурами. Что, в общем-то, я и буду делать. Ну что, господа. Круто. Перехожу к тестированию. Всем пока этого. И если вас аппарат заинтересовал, а вы ждете следующее видео. Во-первых, где-то тут есть кнопка подписаться. Где-то там есть информация со ссылками по приобретению. И, соответственно, группа в Телеге, ВКонтакте, ну и так далее. Всем спасибо. Это Латуха и классный планшет от Blackview. Всем чао. Так вот ты какой. Северный олень. Планшет Blackview с защитой IP68. И, кстати, стабилизацию завезли. И качество видео, по-моему, прикольное. Единственное, конечно, от дешевых прожекторов вибрацию. Ну, в общем, ребяткам надо будет подпилить. Проходили не раз. И они это с легкостью подпиливают. Ну, кто не в курсе, это у нас 10 Pro наушнички от компании Blackview.